Послание апостола Павла Коринфянам, где апостол говорит такие слова Он говорит, что ибо я, хотя я ничего не знаю собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь Посему не судите никак преждевременно, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения И тогда каждому будет похвала от Бога Это, братья, приложил я к себе и к Аполусу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрости сверх того, что написано И не превозносились один перед другим, ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царцем без нас Ой, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать Ну вот апостол Павел говорит, что он, ну такие, как кажется, на первый взгляд, надменные слова Для меня мало значит, как судите во мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сижу о себе Вот мы, в принципе, настолько где-то в кровь и в плоть вошла, у нас привычка оценивать Ну вот судить слово такое странное, потому что, ну где судья, а где мы, да Суд как будто бы это что-то сверхъестественное Но если понять суд как оценку, в какой-то мере любая оценка является окончательной Потому что если человек учесть, что он меняется каждую секунду, то любая оценка будет ложной Вот я сейчас оценил что-либо или кого-либо, а через минуту это уже изменилось Поэтому моя оценка не имеет никакого значения И так вот если суд осуждения там себя или других в виде вот такой оценочной оценки Да, там я такой, например, или я такой Мы всегда будем грешить Осуждаем ли мы себя, осуждаем ли мы других, мы всегда будем грешить Мы можем критически анализировать, мы можем думать, что это дело я мог бы сделать лучше А реально сделал хуже, чем вот у меня была возможность Здесь я там поленился, а мог бы там чуть более потрудиться И так дальше То есть мы можем анализировать самих себя и другим, другим помогать это делать Но мы должны научиться это сделать без осуждения Казалось бы, что критический анализ без осуждения в принципе невозможен Но это не так Грань легко уловимая, но вместе с тем она очень-очень важна И поэтому неоднократно в Писании говорится Не суди, да не судим будешь И всячески нам запрещено судить как других, так и самих себя Вот как и апостол Павел об этом говорит Что я и сам о себе не сужу И дальше говорит, что ибо кто отличает тебя Что ты имеешь, чего бы не получил Ну вот действительно, каждый из нас от Бога получил невероятно много Ну практически все И тело, и какие-то таланты, и какие-то возможности Ну даже вот способность к успеху Она заложена изначально в каждом из нас Один будет успешен в одном, другой будет успешен совсем в другом И как ты можешь судить себя или других Если большая часть из того, что у нас есть, нам дано от Бога Что ты имеешь, чего бы не получил А если получил, что хвалишься, как будто не получил Что у нас есть из того, что мы не получили Земля ли, какие-то блага материальные Все это дано нам Богом Многое из того, что мы умеем, уже было изначально генетически в нас заложено От наших родителей и так дальше То есть вся наша жизнь, она находится во власти Божией Но с другой стороны, а где же тогда моя ответственность начинается Если все заложено Богом Моя ответственность, она находится в первую очередь В свободе выбора, в нашей воле Вот я имею какой-то талант, скажем Ну, например, там, я не знаю, что-то продавать Да, там, какую-то ценную вещь продавать Но я могу своей волей этот талант закопать Я могу его игнорировать Я могу из-за страха его потерять, не думать о нем Боясь, кстати говоря, вот это же очень важно Когда человек себя осуждает, судит себя Он же боится свой талант реализовать Потому что он говорит О, если у меня не получится Как там, Айболит говорит О, если я не дойду, если я в пути пропаду Что станется с ними Да, но это все равно он пошел, Айболит И нам надо тоже идти вперед Вот, помните, Айболит Там постоянно встречались Помощь на пути Разная Такие, кто еще кто-то Ну, это детям рассказывали Чтобы они тоже понимали, в чем речь Вот, так И страха И страха Вот, который рождается По причине нашего осуждения Самих себя Что мы себя говорим Вот, я не смогу Я такой, я сякой Вот это осуждение Не дает нам шанса реализовать талант То есть, сначала идет осуждение себя Потом страх А потом закопанный талант Поэтому вот И если мы хотим действительно развиваться Идти вперед И становиться лучшими христианами То нам в первую очередь Надо перестать себя осуждать И начать думать о том А что я могу сделать еще лучше Это первое Второе Мы должны В таком случае у нас пропадет страх Перед тем, чтобы ошибиться Наша реальность такова Что невозможно жить безошибочно Невозможно жить и быть идеальным И невозможно казаться святым Нет, это невозможно в нашем мире Поэтому у нас есть только одна возможность Это все время ошибаться И это нормально Все время ошибаться И идти вперед И только так Преодолев страх Через то, что мы уже не осуждаем себя Постоянно ошибаясь Мы можем идти вперед И стремиться к лучшему И к лучшему И тогда действительно Мы будем становиться Настоящими христианами Еще раз Что бы ты Что ты иметь Чего бы не получил Бог знает Вот Наше тело Это как автомобиль Бог знает Какую развалюху Тебе он дал Кому-то хороший автомобиль А кому-то развалюху Бог знает Какая у тебя развалюха И он знает Что проехать на этой развалюхе Сто метров Это реально великий подвиг Не тысячу километров Сто метров Если ты проешь Это уже подвиг И поэтому Бог тоже Тебя не будет Это осуждать Он видит твой подвиг Как Серафим Саровский Говорил Когда его спрашивали Вот кто там У нас самый крутой Святой А Серафим Саровский Там кто тут повар Так он же всех бьет Дубасит Он же вообще Такой злющий Так вот он Боже ж борется Больше всех вас Со своей злостью Агрессией Поэтому он Самый святой Среди всех Хотя реально Выглядел Ну вот Просто как разбойник Поэтому и мы Не будем себя осуждать Многое из того Что Большая часть Из того Что мы видим в себе Дано нам от Бога Но нам дана воля Если мы не будем Себя осуждать А будем стремиться Анализировать Что мы можем Сделать лучше То мы будем Умножать свои таланты Аминь Всех приглашаем На дисплейте Кто хочет И на причастие Боже Чисти Аминь